Да, вы там часто пишите в комментариях, давай монстры, давай монстры, но вся проблема у нас в монстрах в чем, что вы их не смотрите. Итак, если вы хотите, чтобы эта игра осталась у нас на канале и выходила сколь-нибудь регулярно, значит вам нужно постараться, ребята. Это видео должно набрать хотя бы 5000 просмотров, иначе не рассчитывайте на какую-то регулярность по этой игре. То есть я ее совсем пока что удалять не собираюсь, но и там регулярно выпуски не выходят, как вы заметили. То есть 5000 просмотров минимум нужно, чтобы вы это сделали. Что для этого вам нужно сделать? Во-первых, нужно посмотреть это видео от начала до конца, поставить этому видео лайк, написать комментарий, только не с одного слова, типа я один, я два, написать хотя бы 2-3 слова, давай, Саня, продолжай, короче, или что-то такого, хочу монстров больше. Вот именно, какие-то такие, хотя бы, чтобы из двух больших слов это состояло, ваш комментарий. Желательно посоветовать другу разместить ссылочку у себя на страничке ВКонтакте, где-нибудь запостить это видео, и еще на следующий день желательно тоже пересмотреть это видео еще раз, чтобы оно набрало хотя бы несчастных 5000 просмотров. Так что, условия я вам обрисовал, все в ваших руках, ребята. Как вы поняли, сейчас у нас, ребятки, будут на прокачке. Вот этот братишка-кореш металхеда, это Кейтер. Довольно интересный монстр, я его выбрал по той причине, что он, ну, особенный. То есть, он выступает в роли быстрого танка. То есть, танка у меня, вообще-то, нет, кроме Оуруса. Это единственный танк. В основном демагеры, там, и контроллеры. Да, а это такое, что-то интересное. Так что, давайте его будем сейчас с вами качать. Так, кстати, 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 давайте про него немножко же прочитаем. Кейтер, ударник группы металхед, ну, о чем я и говорил, ну, металхед, как она там правильно по-немецки читается, буква это ее. Так, он никогда не сбивается с ритма, еще бы с четырьмя-то руками. Когда Кейтер не играет, ему нравится заниматься простыми вещами, особенно пить. Он лучший друг металхеда и единственное существо, которое его понимает. Вот так вот, то есть, он его ближайший кореш. Но, перед прокачкой нам, естественно, нужно с ним ознакомиться. Итак, вот такой вот наш монстрик. Сотый левел дает ему 3400 силы, то есть, неплохая сила удара. Есть помощнее, но это 3400, хорошо. 35000 жизни, это тоже выше среднего. И не такая уж говяная скорость, то есть, 3377. То есть, он такой довольно сбалансированный монстр с немного большим количеством жизни, чем обычно. Суперка, у него 10%. Это мы тоже сейчас прочитаем. Так, это у нас легендарный монстр мрака, соответственно, он слаб против света. Давайте пробежимся по-быстренькому, по его ударам. Так, это липкая ловушка. 33% щит на одного союзника. То есть, у него еще прикол в чем, что у него большинство ударов не наносит урона. У него удары, в основном, хиляющие и щиты. Но, там есть прикол. Мы сейчас, когда перейдем к ударам, которые мы будем брать, вы поймете, в чем суть этого монстра. Дальше. Так, символ смеш. Ударчик называется. Какой-то там, какой-то там смятие удар символ, символическое. Так, сильный урон стихии мрака по одному врагу. Сила 45, ну, как бы не впечатляет, да? Претендер. То есть, это у нас, по-моему, либо претендент, либо притворщик. Как-то так переводится. А на себя хиляет на 20% и накладывает этот таун to itself. Это, по-моему, насмешка, если я не ошибаюсь, переводится. Так. Дальше. Драмерс, пьюрдж. Мультик по всем. Хиляет всех союзников на 30. Снимает негативные эффекты со всех союзников. Кулдан. Хороший удар один из тех, что нам нужно. У нас удары будут в основном мультики, хиляющие и защищающие на всех. Дальше. Хай-хэт-страйк. Какой-то высокий удар. Хэт. Хрен его знает, что значит. Шапка может. Так. Одинарный удар силой 65. По одному врагу. Ну, это неплохой удар, но он нам вряд ли подойдет. Для танка. Дальше идем. Короче, типа, переверни комнату вверх дном. Бринзеру в даун. Крышу вниз, короче. Что такое. Сильный удар мраком. Так. Хотя, не какой сильный. 30. Нет. Удар мраком. По одному врагу хиляет всех союзников на 30. Прикольно. Переходим к самым интересным ударам. Групповое перформанс. Производительность, короче. Ладно, будем читать в русском переводе, как эти удары значат. 60 по одному. Очень сильный мрачный удар. По одному врагу. Снимает позитивные эффекты со всех врагов. Требуется перезарядка. Так. Этернал соло. Ну, понятно, какой-то там соло. На себя. 50% жизни себе хиляет. И дает один экстра ход. Это точно берем. Дальше идет. Smells like protection. Пахнет защитой, да? Мультик по всем. 100% щит. Я вообще не помню, как выглядит 100% щит. У меня в монстров обычно там малый щит. 30%. Там средний. Там 50. Да. А вот это большой, полный щит. Это будет что-то интересное. То есть, столько, сколько у тебя жизни, столько тебе щита привалит. Хочу на это посмотреть. Так. Ну, на всех союзников при том. Так что, вот этот удар мы будем брать. А теперь давайте смотреть, ребята. Вот наш сайт mlfall.su. То есть, переехавший сайт на такой вот домик. Как видите, у нас быстрый танк. То есть, ему нужно ставить одну руну на скорость, одну руну на командную скорость и одну руну на жизнь. Благо, руны на жизнь у меня есть. Они ненужные. Вот командных рун, конечно, на скорость и рун на скорость с ними дефицит. Как видите, 35 тысяч жизней это довольно много. Вот у гробовщика 34, вот здесь 27, 29, 29, 29, 31. То есть, это существенно выше среднего количества жизни. Что же нам нужно брать? Вот, да, групповая производительность, групп перформанс. То есть, этот удар, вот единственный удар, который можно взять с ударом, который наносит 60% дэмэджа. Я бы его хотел взять, потому что иначе получается у нас монстр совсем без каких-то дымажащих ударов. Но тогда с него не получится там супертанк. Так что, все-таки долго думал и решил все-таки отказаться от этого удара. Это для саппорта удар подходит. То есть, можно и такого монстра сделать. Но я все-таки думаю, будем делать саппорта. У нас уже миллион всяких там. Так что, сделаем еще одного танка в пару к Орусу. Поэтому будем брать удар притворщик. Притендер, получается, да, переводится. Лечение 20 плюс насмешка. То есть, насмешка... Ну, сам, что значит слово насмешка в качестве удара я не помню. Но по значку, по-моему, это типа как у Оруса принимают удары на себя. Идем дальше. Очищение барабанщика. По всем союзникам снимает отрицательные эффекты и лечит всех на 30%. Отлично. Интернал, да, вечное соло. Интернал соло. На себя. То есть, демидж 0, демидж 0. Дополнительные ходы лечения себя на 50%. Это шикарно. Дальше. Защитный запах. Smells like protection. Так у нас удар называется. По всем союзникам полный щит на 100%. То есть, вот так мы будем его качать, ребята. Посему возвращаемся в нашу игру. И погнали кормиться, качаться. Удар по тарелкам. Так, держим ритм соло на барабанах. Липкое касание, да. Stick Smash там, по-моему, было. Притворщик. Вот, берем этот удар. Хоть он находится и там в первой группе, да. Но нам подходит. То есть, до 30 уровня. Это у нас там первая группа, да. Хай. Хай-хэт удар. Его так и перевели. Хай-хэт удар. Да. Ред-хэт. Хэт это шапка. По факту удар, удар в голову. Так, давайте дальше. Дальше. Очищение барабанщика. Есть такой у нас удар. Где тут очищение барабанщика? Есть. Притворщик. Есть. Дальше нам нужно, что так пахнет защитой и вечное соло. Иди нафиг. Вечное соло. Берем. У нас получатся все удары без урона, ребята. Вот такой вот монстр. Но он будет прекрасно танковать. И групповая производительность. Так, вечное соло. А, стоять. Нам же не нужна групповая производительность. Отменить. Нам нужно защитный запах. Так, хотя, ну надо поставить на всякий удар. Последний удар, как защит. Снос крыши. Да, это типа было вверх ногами. Переверни крышу вниз. Торн зе руф даун. Вот так вот, да, было. Хэй-хэйт удар. Ладно, давайте сейчас поставим его последним. Пусть стоит. Вот, защитный запах. То есть, вот теперь мы собрали все нужные нам удары. Так, и вот давайте смотреть. Удара ноль, удара ноль, удара ноль, удара ноль. То есть, получилось два удара у нас. Так. На себя и на себя. И два, да. Два мультика и два таких. Ну все. Сейчас ему нужно будет пихнуть какую-то максимальную руну на жизнь, которая у меня есть. Но со скоростью у нас беда. Я ему сейчас вряд ли смогу поставить что-нибудь толковое на скорость. Даже на командную. Ну у него еще эти слоты занятые, это конечно не очень хорошо. Так, давайте экипировать. 15 кристаллов отдавать за это вообще не хочется, конечно. Командную руну какую-то поставить надо. Есть у него пятая командная руна. Ну пусть стоит. 25 кристаллов. Ладно. Делаем монстра уже нормально. В кое веки поставлю третью руну ему. Все, ребята. Так что я свой план максимум выполнил. Какие руны на него поставил, кристаллов сколько потратил. Не будет 5000 лайков, пеняйте на себя. Так, ага, у нас еще экипировка. У нас реликвий здесь довольно много. Ух ты, серебряные реликвии. Блин, вот с этим надо разбираться. Я так уже с этими реликвиями как-то на вы и шепотом общаюсь. Ладно. Погнали, 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 ребятка. Есть, ух ты. Так, а с телефона у меня игра выглядит не так. По-моему. Ладно, идем в подземелье. То есть эти подземелья уже, по-моему, третий раз повторяются. Но у нас есть вот эта штука. Сможем ли мы сюда взять нашего... Так, здесь, наверное, не подойдет он. Сменить... Сюда он, наверное, не пойдет. Да, сюда не подходит. К сожалению. Ну и к женщинам он тоже не подходит. И к магии он тоже не подходит. Печально. Но у нас есть другие турниры. Правила дурацкие. Ну вот здесь вообще без правил. У меня грификс есть. Все у меня есть. Ладно, давайте пойдем сюда. Пойдем выбирать команду. Так, сменить. Вместо тебя пойдет наш кейтер. Так, так. Теперь нам нужен кто? Ну вот так вот можно, в принципе, и оставить. Давайте попробуем. Так, давайте всех сделаем вот так. Так. Давайте всем защиту. А ну смотрим на эти щиты. Да! Блин, а капец, какие щиты. Блин, а ребята. 27 тысяч щита, 30 тысяч щита и 65 тысяч щита. Я даже не обратил внимания, сколько же это было. Блин, кстати, а какой удар у нас имел дополнительный ход? Что-то я затупил. Его же нужно было использовать. Так, теперь у нас ходит шаленар. Конечно же, всех поджигаем. Все получили оглушение, блин. Что-то такая дикая какая-то точность у этого дровосека. Ну, нам надо помощнее, монстр. Блин, три промаха. Нифига себе оглушение работает. Так. Вот есть насмешка. Накладывает на себя эффект насмешки. Но мне нужно исцелять всех союзников. Нет. Вечное соло. Дает один дополнительный ход. Так, вообще-то, что-то я не оценил вечного соло. Куда мой щит-то делся? Щит 0 стал. Блин, как оно работает? Ну, насмешка давай. Принимай на себя все удары. Правда, наверное, он не успеет принять на себя эти удары. А, щит держится всего лишь один ход, что ли? Они щиты попропадали. Есть какой-то массовый удар. Черт по дюре, нету. Кто входит следующий? Давайте его вынесем. Ну. Себя подхиляла. Это плохой вариант. И... Ну, все удары должны идти на него. А насмешка сколько держится? Так, вот что-то я вот не понял. Неуязвимость к одержимости у него есть. Почему у него вот эти все минусы идут? Это насмешка дает нам такие минусы? Вот я вообще не понял. Так, ну тут, типа, я подхилял кого-то. Только оно нафиг кому-то надо было. Это хиляние. Ну, блин, дохлики, ребята. Че поделаешь тут? Офигеть, у него все удары с таким кулдауном, что... Что аж закончились, как у эгитера. Представляете себе? Ну, оно само себе сгорело. Так, ладно, давайте пойдем еще постражаемся. Еще сделаем один-два боя. Серии выходит редко, да? Так что, ладно, будет эта серия, может, подлиннее, чем обычно. Минут на двадцать, наверное, натянется, сколько я тут проговорил в начале. Да, ну, я не против снимать эту игру, ребята, но должен быть от вас отклик. Вам она должна нравиться. Иначе... Это мартышкин труд. Зачем делать то, что никому не нравится? Конкретно так промазал. Дает один дополнительный вход. Исцеляет сам себе. Ну, то есть нет смысла его использовать. А подождите. Требует перезарядки. Три хода. Здесь вообще четыре хода. Так, это щит. Исцеляет всех, снимает союзников все отрицательные эффекты. Насмешка. Ну, давайте насмешку сделаем. Сразу. Так, может, как-то не спешить, что ли, их всех убивать. Ну, по правильному я бы щит накладывал первым, конечно. Но хочу так, просто с разных сторон посмотреть, как это все работает. Так. Ладно, не хочу суперку использовать. Кстати, вот это обновленный вид дракончика. Это же обычный дракончик зелени. Гренозаврик так выглядит. Хорошо сейчас выглядит. Так, ну, давайте себя исцелим. 19 тысяч лечения получили. Правда, траванулись. И у нас дополнительный ход. Теперь накладываем щит. Так, ну, а тут написано, щит два хода держится. Два хода. Отлично. Разобрались с этим моментом. Так. Козюля никак не хочет умирать, да? Вот так. Подхилялась, не кисло. Так. Альцис Пэт у нас суперка здесь. Ладно, давайте суперка используем. Змейки в атаку! Так, ну, у нашего металхеда нет ни одного удара, да? Но он неплохо справляется. Чё там, давайте подлечим. Может кому надо? Ну, по-моему, никому не надо. С таким щитом кому может понадобиться лечение после первых двух ходов. Так, ну, изи-бизи. Вообще, лёгкая катка. А, ну, тут, кстати, есть кристаллики, алмазики. Не зря я сюда зашёл. В принципе, можно этот турнирчик тоже подолбить, так сказать. Так, ну, давайте сменим команду какую-то. Кого бы взять? Кого бы взять? Так, давайте подумаем. Даже вот не знаю, кого можно взять. Блин, а чтобы... Чтобы бой, что ли, длиннее шёл. Давайте возьмём Ямато. Нужно взять какую-то таких не супер шибко сильных. Терминатора, например. Давайте, давайте. Они 110 уровня, но мы немножко с рунами. У нас есть скорость командная. Все мы ходим быстрее. Так, стреляет союзников. Защитный запах. Так, главное сейчас вот этим ударом... Так, тихо. Не отменить себе защиту. Так, 9000. Вынослимсть восстанавливать. Пока что рана. Большой щит, блин. Ладно. Ну, кроме того, что он атакует как Сайрекс из Мортал Комбата 3-го. Ну и ладно, и в других Мортал Комбатах наверное тоже это так выглядит. Конечно, ничем он не выделяется. Дальше. Терминатор. Где там у тебя массовое убийство? Мне нравится. Нет, я вообще-то хотел из минигана пострелять. Как-то... Как бы там нам фиолетово. На ваши атаки 4000. У нас щиты по 20. Ну вот еще один ход. Это все будет делать. Держаться. Так. Исцелять пока что нам некогда. Насмешка. Блин, он реально нас такой щит накладывает, что его просто удары надо пропускать. Реально бы я пропустил, взял бы какой-то предмет, поджег бы или отравил кого-то. Так, щит снялся. То есть... Блин, чей только что случилось? Я вроде ничего не нажимал. Он сам проатаковал. Так, ну и тоже сейчас щит исчезнет, да? Так, ну хилять пока никому не надо. Исцелять всех союзников. Ничего не надо. Отрицательных эффектов нет. Исцелять никого не надо. Себя лечить не надо, короче. Но реально нужно предметы было бы использовать какие-то. Ну, не знаю, какой-то... Я люблю использовать вот лассо какое-то. А что у нас тут еще? Я вообще в магазин редко сюда заглядываю. Че это такое? Ну, минус 2000 все. И на том хорошо. Так, здесь можно использовать щит. Так. Использует 20% щита и добавляет один дополнительный ход. О, прикольно, я уже забыл об этом. А чё ракеты летели, если мы тут щит накладывали? Использует 40% щита, добавляет один дополнительный ход. Вообще прикольно. Я уже забыл про эти удары, ладно. До свидания. Райнец. Роботех. Да, роботех. Классные мультфильмы, анимешки. Так, тролля давайте добивать. Надо кому истрелять. До сих пор, но истрелять реально некого. Ммм, да. Вот так вот давайте. Так, давайте, ладно, еще, ребятки, тогда. Ладно, еще бонус вам даю. Сейчас мы выберем еще каких-то других противников, и в автоматическом режиме, в ускоренном, еще пройдем один бой. Так, ну, напарники, короче, с щитами здесь не надо, когда у вас есть металхиот. Давайте сменим команду. Так, роботех, вообще-то не впечатляешь как-то. Замораживать. Давайте возьмем какого-то замораживателя. Так, давайте фаерсторм. Подождите, у меня, по-моему, есть другая. У меня же их два. Или один. Категория огонь. Фаерсторм вот такой вот есть. У него прикольные удары с машиной. Давайте вот так, в ускоренном режиме. Так, два заморозили, щиты на всех. Паралич кому-то там. Так, вообще, бесполезный удар какой-то был. О, было суперка от фаерсторма. В короче, вообще, как-то быстро и незаметно прошел у нас этот бой. Ну, в общем-то, все, ребятки. Установку вы поняли. Условия я вам огласил. Все в ваших руках. Так что, до скорых встреч. Продолжение следует.